Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы продолжим говорить о книге Исхода и обратимся к 22 главе. 22 глава непосредственно продолжает 21. Здесь буквально без запятой продолжают перечисляться правила, законы, которые касаются разных ключевых аспектов жизни людей. В первой части главы в основном о том, что мы назвали бы преступлениями против собственности. Эти законы требуют определенного уважительного отношения к собственности других людей. Здесь осуждается воровство и говорится в частности о том, что если кто застанет вора и ударит его так, что он умрет, то кровь не вменится ему. Но если взошло над ним солнце, то вменится ему. И укравший же должен заплатить. Речь идет о том, что агрессия хозяина против вора, гнев, который выражается в нападении на этого самого вора, вещь понятная, объяснимая и в каком-то смысле оправданная, потому что имущество есть важная вещь, часть всего того, что называется домом человека, чем человек обладает. И никто не имеет права на чужое имущество посягать. Стало быть, это посягательство должно караться. Ну и вот если по случайности эта кара привела к фатальным последствиям, ну вот это смягчающее для убийцы обстоятельство. Вот собственно о чем идет речь. Но если взошло над ним солнце, то есть дело происходит утром, и хозяин может видеть, что происходит, видеть, что это не какой-то наемный убийца к нему польет, а жулик обыкновенный, то в обстоятельствах, когда ты можешь понять, что происходит, ответственность усиливается. Стало быть, вот состояние аффекта это одно, а в момент, когда уже аффект не должен присутствовать, это совсем другое. Ну и кроме того, здесь говорится о том, что вор должен компенсировать нанесенный ущерб, укравший должен заплатить, а если нечем, то тогда его самого продать для уплаты за украденное. Ну вот, в основном, конечно, предполагается украденный скот. И вот, если в руках его найдется украденное живым, вол, осел или овца, пусть заплатят за них вдвое. Довольно серьезный большой штраф. Ну хорошо, про воровство. Следующий раздел – это разнообразные тоже преступления, которые заключаются в том, что действия человека непродуманы, что человек поступает так, что это приносит вред окружающим. Принцип, он должен нести за это ответственность. Ты отвечаешь за то, каково людям жить рядом с тобой. Здесь еще речь не идет о том, что надо постараться улучшить или облегчить эту жизнь, но осложнять ее, наносить ей ущерб жизни окружающим уже запрещается. Стало быть, кто потравит поле или виноградник, пусть и в скот травит чужое поле, пусть вознаградит лучшим из поля своего. Там, собственно, денежной системы-то нет, только сырой, так сказать, кусковой металл, серебро преимущественно. Поэтому вот плодами с поля или виноградника. Обратите внимание, сеяли ли что бы то ни было на полях израильтяне во время странствования в пустыне, крайне сомнительно. Но уж виноградников-то они не разводили в любом случае, а закон говорит о поле и о винограднике. И прям, скорее всего, он возникает позже, но включается сюда, и он действительно как-то встраивается в эту логику. И таким образом освещается божественным авторитетом сильно постфактум. Если там, значит, кто-то появился огонь, и от этого что-то выгорает, ну, у нас все время, каждый год, каждое лето, кто-нибудь, чтобы меньше было сорняков, чего-нибудь у поселений сухое выжигает по весне, и от этого выгорают поселения в большом количестве. Это не что-то для нас новое. Если вот чье-то имущество из-за этого сгорело, то пустивший пожар отвечает. Снова идея в том, что ты не имеешь права поступать безответственно. Ты должен думать о том, не принесет ли это вреда другим. Вот этот принцип неукоснительно практически прослеживается в Синайском законе. Ну и, наконец, еще дальше разговор о имуществе спорном, которое было отдано или украдено, и о том, значит, о скоте отданном на сбережение, кто в какой форме за это отвечает. Кстати, здесь упоминается как правовой феномен «клятва перед Господом», «клятва перед Господом», которая действительно произносится перед лицом Господним, и таким образом Бог становится свидетелем этого. последнее в разделе, касающемся имущества, это разговор о том, что если кто обольстит девицу не обрученную, пусть даст ей тогда некий выкоп и возьмет ее себе в жену. Ну или, если кто-то из сторон не хочет этого, то тогда заплатить серебром. Ну вот так. Вторая половина главы содержит несколько принципов, правил, законоположений, располагающихся в порядке, который нам, в общем, кажется случайным, хаотичным. И, может быть, впрямь, это именно так. Принципы, которые находились в записях, компилятор, составитель книги, их подбирает один за другим, не видя ни необходимости, ни даже возможности каким-то образом их систематизировать. Здесь после разговора о имуществе и девицах несколько, три буквально правила, касающихся скорее сферы религиозной. И тоже они не вполне очевидным образом друг с другом связаны, хотя связаны. Это ворожей не оставляй в живых, всякий скотоложник да будет предан смерти и приносящий жертву богам, кроме одного господа, да будет истреблен. Вот речь идет о преимущественно в первом и третьем случае религиозных преступлениях, о магии. Вот в этом всяческом колдовстве потомственное ясновидище откройте какую-нибудь газетку третисортную, на последней странице вы этого найдете вагон. Тоже ничего для нас нового. После, ну, скажем так, да, последние 30 лет это все расцвело пышным цветом. И сейчас их в интернете тоже бесконечно. Вот это вот все. Приворот с гарантией, отворот без гарантии, заговор на деньги. Господи, помилуй нас грешных. Вот в минус 15 веке ну, это еще как-то, ну, можно понять, хотя нельзя оправдать. В 21-м это уже просто стыдоба, на самом деле. Это свидетельствует о том, что мы не блещем умом. Прямо скажем, не блещем. Да. Древний закон, говорится, это не должно быть преступления перед Богом. Это преступление перед Богом. Нарушение первой и... И вообще, первой половины деколога, первой заповеди. Этого не должно существовать. И все тут, вот эти все попытки заколдовать, добиться своего магическими средствами. Кукла Вуду. Люди столько смешных и нелепых глупостей делают в этой сфере, что даже перечислять этого всего не хочется. Тем не менее, закон говорит, тот, кто этим занимается, это порог, несовместимый с жизнью. Ну, там. В современном мире по-другому к этому относятся, но не потому, что поменялась суть дела, а потому, что смягчились, в принципе, наши подходы к наказаниям. Приносящий жертву богам, кроме одного Господа, да будет истреблен. И это кратко сформулированная, очень важная идея, которая влияет на очень-очень многое в жизни и истории народа Божьего. Идея о том, продолжение заповеди, да не будет у тебя других богов перед лицом моим. Не будет. Народ Божий и всякий принадлежащий к нему человек не должен никаким образом участвовать в чуждых поклонениях. Есть один бог, других нет. Сколько? Ему надлежит поклоняться, поклоняться чему бы то ни было, иному. Говорит, мы посвящаем свою жизнь, как вот юбилейный рубль, да, тому-то. Нет. Ты не можешь посвящать свою жизнь никому и ничему, кроме Бога. И, соответственно, его заповеди, его воли, его правды. Не можешь. Иначе это идло поклонства. Ну вот, понимаете, сюда же всякие заговаривания барабашек и тому подобное. Тоже еще раз повторю. Так неприятно, так свидетельствует о человеческой глупости, что говорить прям не хочется сильно. Но, к сожалению, это явление вполне себе современное тоже. Ну, про скотоложника нас могут слушать дети, поэтому без подробностей. Ну, это тоже употребление себя в ненужном направлении, в недолжном. Вот эти вот три вещи, которые говорят об оскорблении действиям, нанесенном Богу. Соответственно, нарушение первых заповедей. Следующие несколько стихов говорят о пришельцах. Пришельца не притесняй и не угнетай его. Ну, с одной стороны, конечно, это важная очень идея, важный очень принцип, потому что, ну, в мире много людей, которые вынуждены скитаться, которые вынуждены становиться беженцами по тем или иным обстоятельствам, по причине бедствий или по причинам политическим или преследований, или чего угодно. Ну, и, соответственно, они приходят в другие земли и становятся пришельцами. Здесь даже не обсуждается идея, не говорится, пришельца из земли твоей не выгоняй. Хотя и это нередко происходит. Вот, кстати, вавилоняне потом не давали права владения землей никому, кроме уроженцев вавилона. С этим потом столкнулись иудеи. Нет, здесь говорится, не притесняй и не угнетай его. Предполагается, и дальше, на самом деле, еще будут правила о пришельцах, предполагается, что, ну, пришел, пусть селится, пусть живет. Этот принцип «наша земля только для нашего племени» вот это вот все? Нет. Нет. Запрет миграции, понаехали тут. Тоже нет. Но еще одна удивительная вещь в том же самом 21 стихе, вот какая. Закон гласит, пришельца в земле твоей, пришельца не притесняй, ибо вы сами были пришельцами в земле египетской. Вспомни о своих бедствиях. И поэтому посмотри на страдающего, на пришельца, как на брата, как на того, кто участвует вместе с тобою в тех же скорбях, как ты был пришельцем в земле египетской, как тебя угнетали, ну ты теперь не угнетай, не делай другому того, чего не хочешь себе. Идея, которая лежит за вот этими словами. Пришельца не угнетай, потому что вы сами были пришельцами. То, что ты перенес бедствия, не дает тебе права причинять бедствия другим. Даже наоборот, то, что ты перенес бедствия, делает тебя обязанным быть солидарным с тем, кто тоже в бедствии тоже страдает. Очень важная, вполне себе, христианская идея. С трудом понимаемая современными людьми. Ах, мы перенесли столько всего, разные группы людей, в первую очередь этнические, конечно, эксплуатируют направо и налево эти вопли. Мы столько всего перенесли, стольким пожертвовали, поэтому требуем к себе уважения и уступок. Или там, значит, вот все должны нам чего-то там должны. Распространенная, ну, совершенно незаконная конструкция. Ты испытал бедствие, был пришельцем, чем-то пожертвовал. Значит, твоя обязанность пожалеть других, пожалеть тех, кто оказался в этом состоянии, тоже. Это ничего нет, говорит о том, кто тебе что должен. Это тебя делает обязанным платить долг солидарности со страдающими. Еще раз повторю, очень новозаветная, в общем, по глубине своей мысли. если же ты, да, и вдовы, и сироты не притесняйте. Вдова женщина, у которой умер муж, и которая, в общем, становится практически беззащитной. Это не тот случай, когда женщина вовсе лишена гражданских или имущественных прав. Нет. Хотя, конечно, она не такой полноправный член общества, как это было, скажем, там, в среде римской аристократии, конечно. Но все-таки вот почти полностью, практически совсем беззащитная. Ну, и сироты тоже. Не притесняйте, не притесняйте. Речь идет о том, что женщина овдовела, и некому защитить ее от того, кто придет, скажет, у вас неправильно оформлены документы на имущество, и девайтесь куда хотите, а это там моя земля или городская. Или она там нам нужна для того, чтобы построить что-нибудь монструозное. Это очень современный случай. Ну, и, как правило, беззащитные женщины в этой ситуации действительно оказываются беззащитными. То же самое с сиротами. Не притесняй. То, что они слабые, не дает тебе права пренебрегать их жизнью, их интересами, их достоинством человеческим. Если же ты притеснишь их, говорит Бог, и вот это, кстати, мысль, очень часто встречающаяся у пророков, если ты их притеснишь, они возопьют ко мне, я услышу, и воспламенится гнев мой. И вы думаете, он обращается к угнетальщику? Он обращается ко всему народу и говорит, убью вас мечом, и будут жены ваши вдовами, и дети ваши сироками. Вот такая вот социальная несправедливость. и притеснение беззащитных вызывает гнев Божий вплоть до того, что вы будете убиты мечом, и ваши собственные жены, дети, станут сиротами и вдовами. Вот так. Очень часто люди в это не верят и думают, что это Бог для красного словца говорит или законодатель. Но история, в том числе история Израиля и многих других показывает, что да, это так. Да, это так. Стало быть, вот принцип защиты беззащитных, еще один фундамент синайского законодательства. Очень много и в данном случае очень ясно говорящих к нам о сердце Божьем. Сердце Божье таково, что он на стороне угнетаемых беззащитных. И гнев Божий вызывает не то, что мы едим, и когда мы это делаем, гнев Божий вызывается притеснением беззащитных. теперь еще одна важнейшая идея в законе 25-26-27 стихов вот какая. Если ты даешь деньги взаимы бедному, не притесняй его и не налагай на него роста, современный мир не научился исполнять это и не согласен это делать. Ну, то есть, в частной жизни, давая друг другу в долг, нормальные люди нормальные, конечно, ни о каких процентах не говорят. И сколько ты занял у друга, столько ты и вернул, если там тебе не простили этот долг. еще раз повторю, в частных взаимоотношениях это все-таки норма. А нарушение этого давать в долг от человека к человеку, да, в частной жизни с процентами, это просто гадство. Но как сказать, в социальных отношениях, в социальной жизни современные люди говорят, что у нас вся экономика, банковский сектор, вот это вот все отдаст концы, если не брать процентов, роста. Эйнштейн сказал, что сложные проценты самые мощные силы во Вселенной. Две с половиной тысячи лет, как об стенку горох. Мы не в состоянии согласиться, не то, что исполнить, согласиться на это, на то, что здесь Бог прав, мы не можем представить себе, какова будет наша жизнь без процентов. и уверены, что экономика развалится. Я не могу сказать, развалится или нет. И просто, ну, у меня нет, как сказать, понимания, что с этим можно сделать и можно ли. но то, что это очень серьезная проблема, нравственная проблема мира, нравственная проблема мира, это так. В частной своей жизни мы можем и поэтому обязаны исполнить эту заповедь. В масштабах общества и государств не знаю, но проблемы есть. Надо при этом заметить, что есть некие религиозные традиции, которые пытаются практиковать свою собственную форму банкинга, где будет все то же самое, только это будет называться не ростом и не процентами, а как-то иначе. От перемены названия суть дела не меняется, назвался груздем со всеми вытекающими последствиями. Вот. И еще смотрите, Господь, что здесь говорит в этом месте, в этом законе. Если ты возьмешь в залог одежду ближнего твоего, до ночи отдай ее обратно. Значит, ситуация вот какая. Бедный человек, у него одна одежда. Ну и причем это что-то такое одеялообразное или простыня, которая тем или образом на чеке намотана. да, как хламидо. Ну и ты такой вредный, берешь залог, ну, наверное, это время от времени, в каких ситуациях необходимо. Берешь в залог, на ночь, отдай. Независимо от того, вернули тебе долг или нет, на ночь, отдай. Она есть единственный покров у него, она одеяние тела его, в чем он будет спать, говорит здесь закон с вопросительным знаком. И если ты этого не сделаешь, он возыпьет ко мне, я услышу, потому что я милосерд. Вот одно из тех мест, где совершенно неожиданным образом, не хочется говорить случайным, содержится важнейшее откровение о Боге. Он возыпьет от твоей, от того, что ты его не жалеешь, я услышу, потому что я милосердный. Бог милосердный, он тот, кто жалеет. Ой, в средние века так любили споры и доказательства о том, что Бог бесстрастен, что ему все равно. И собственно современные христиане обычно все вот эти рассуждения о божественном бесстрастии понимают не в том смысле, что у Бога нет страстей, а в том, что он равнодушен. Вот нет, нет, я милосердный, мне не все равно, что люди страдают по вине друг друга. Важнейшее откровение, которое, вот такие вещи надо писать, да, должны быть повязкой над глазами и повязкой на руке твоей. Вот чем надо руководствоваться руководствоваться о своих поступках. Дальше не очень понятно тоже в какой связи с предыдущим и последующим. Суди не злословь и начальника в народе твоем не поноси. Ну, вот так. Потом еще Павел вспоминает это на Синедрионе, говоря начальству еще, вспоминая именно эту заповедь начальству еще в народе твоем не злословь. Для современного человека трудная вещь, потому что мы не очень понимаем, как совместить правила начальства еще в народе твоем не поноси с разговором о том, что этот начальствующий тоже человек и часто бывает неправ и даже очень сильно и его неправота приносит вреда гораздо больше, чем правота любого частного человека. Что, в общем, конечно, так. Но, тем не менее, вот социальные взаимоотношения, по крайней мере, в той конструкции того времени, они требуют некоторого уважительного отношения к этим самым персонажам. Заметьте, здесь вообще не идет речь о том, что судьи и начальствующие в народе твоем есть власть от Бога. Вот это вот теория божественного мандата, что если он оказался в первоначальствующем кресле, значит, ему небеса благоволили. Нет ничего подобного. Нет. Конечно, здесь еще далеко до слов апостола Павла, которые говорят о том, что если это не от Бога, то это не власть, которая довольно подлинненько перевели на наш язык словами «нет власти не от Бога». У Павла там все по-другому. Тем не менее, здесь не говорится о божественном происхождении этих начальников, но и не говорится, что они, так сказать, не должны уважаться. Вот такой трудный достаточно путь иногда по лезвию ножа, чтобы не обожествлять начальство, но и не превращать агрессию к нему в непочтение, неуважение. На самом деле на практике, конечно, во времена вполне таких авторитарных форм правления, что судей, хотя они были очень харизматично устроены и авторитет судей вообще ни на чем не базировался, кроме собственного уважения, да, об этом речь и идет, и позднее, во времена всяких авторитарных царей и тому подобного, ну, как-то было с этим все понятно. В более новые времена не так понятно, но, тем не менее, принцип уважения вот он здесь вполне себе внятно формулируется. А дальше в последних нескольких словах, нескольких стихах этой главы еще раз повторю, вне очевидной связи с предыдущим и последующим, просто вот в порядке перечисления, знаете, как рассыпанные листки с полу подняли, собрали стопочку, ну, в каком получилось, в порядке в таком получилось, они были все без номера в странице. Вот еще несколько вещей, касающихся приношения Бога. Немедли приносить мне начатки от гумнат твоего и от точила твоего. Речь идет о том, что будет еще яснее сказано дальше в других главах о том, что плоды человеческого труда на земле на самом деле есть дары божьи и в качестве благодарности вот надо предъявить Богу принести ему первые плоды, начало от гумнат твоего и отточило твоего в знак благодарности за дарование пищи, что для древнего человека было очень-очень важно. Пища добывалась всегда с большим трудом и была большой ценностью. Ну и дальше отдавай мне первенцы из сынов твоих то же самое делай с волом и с овцом и с ослом. Семь дней пусть будут при матери своей, восьмой день отдавай их мне. Вот первенцы потому что Бог пощадил первенцев израильтян и их скота в Египте при десятой казни принадлежат Богу и их надо ему отдавать. Так или иначе Вала и Агнца приносить жертву, а человек и осла выкупать. Выкупать. Но тем не менее смысл все равно тот же самый. И последний стих довольно своеобразный. Тоже не блещущий я бы сказал внутрь не связан связью с другими чтями текста. Будете у меня людьми святыми и мясо растеранное зверем в поле не ешьте. челес точку с запятой. Ну, по крайней мере, в нашем переводе. В оригинале, понятное дело, собственно, нету знаков припинания, конечно же, в том древнем тексте. Будете у меня людьми святыми. Ладно, там про то, что не надо есть падаль, растерзанную в поле, что тут обсуждать. Будете у меня людьми святыми, теми, кто, чья жизнь принадлежит мне. И вот эта идея принадлежности жизни Богу постепенно здесь, в законе, в этой части Торы трансформируется из представления о том, что жизнь принадлежит Богу, ему надо ее отдать или поблагодарить за нее как дар, трансформируется в новую форму. жизнь принадлежит Богу, и это значит, что проживать ее надо согласно с тем, что сам он повелел, с тем, что сам он открывает нам как свою правду. Богу,